О чем будет сегодняшняя лекция? Из того, что мы разбирали на второй-третьей лекции, в ГО есть строго типизированный язык. Соответственно, вы в основном пишете строго типизированный код, строго привязанный к каким-то структурам или просто типам. И ему не хватает гибкости. Соответственно, писать какие-то более-менее абстрактные вещи, как, не знаю, если вы уже пользовались библиотекой encoding.json, допустим, где у вас передаются на вход произвольные вещи, и, соответственно, дальше происходит реализация это в какой-либо формат. А без какого-то слоя метапрограммирования, по сути, это невозможно. То есть, когда вы получаете пустой интерфейс, пока у вас нет никаких инструментов для того, чтобы разобрать, что именно внутри. Вы можете только через type-assertion попробовать преобразовать его к какому-то типу. Что, в общем, может привести к огромному количеству кода, и в итоге вы все равно, скорее всего, не покроете все кейсы. Для этого просьба отметиться. О чем все мы будем говорить? О понятии рефлексии. В библиотеке в ГОИ есть такая, называется рефлект. Собственно, о том, что в ней, каким образом это можно применять. Ну и разберем какие-то ее использования в рамках библиотек, пакетов. И посмотрим, собственно, каким образом это внутри происходит, чтобы это не казалось каким-то волшебной магией, происходящей где-то под капотом. И в конце, собственно, ближе к концу я расскажу еще одной большой части, собственно, использования какого-то абстрактного программирования. это генерация кода. Формальный рефлексия – это процесс, во время которого программа может отслеживать или модифицировать собственную структуру поведения или во время выполнения. В ГОО, по сути, модифицировать вы можете только данные. Вы не можете изменить тип, ГОО строго типизированный язык, вы не можете произвольно заниматься какими-то сложными преобразованиями, но вы можете анализировать входящие данные как объекты. Есть три закона рефлексии, сейчас покажу это на пример все. Две основные сущности пакета рефлект – это рефлект структура рефлект-тайп и структура рефлект-вэлью. По сути, это некоторые обертки, которые обладают дополнительными свойствами, помимо того, что просто содержится в самой переменной. Большинство, собственно, вариаций, когда вы что-то с ними делаете, первым делом вы переходите от своего объекта, допустим, в данном случае это float 64, вы переходите к объекту, который является его типом, то есть вызываете функцию typeof. Она принимает пустой интерфейс и, грубо говоря, анализирует, что там находится внутри, заполняет структуру рефлект-тайп и возвращает ее. А-бум! А-бум! Академ. А-бум! 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 При выводе объект type, если вы просто будете делать printline, ничего вам не скажет. Почему? Потому что у него определена функция string. Если вы не знаете, то при выводе стандартном, то есть в формат printline у любой переменной, если у нее есть метод string, он будет вызван. Соответственно, если мы хотим посмотреть, что находится внутри, есть так называемое гошное представление внутренней переменной. Процент v. При этом, если передать ему еще ключ плюс, он выведет поля, помимо самих значений. Черт. Пам-парам-парам-пам. Внутри объект type, type of, видимо. Черт, извиняюсь, запутался. Но мы всегда можем посмотреть в доке. Type of, видимо, возвращает просто тип. Сама структура type, которая используется внутри, выглядит вот так. Соответственно, то, что содержится внутри, говорит о том, то есть куча полей, флагов, которые говорят о том, каким образом уложен данный тип памяти, плюс куча методов, которые говорят о том, что на самом деле находится внутри. При этом часть из них, которые являются, методов, которые являются, допустим, флагами типа bool, то есть их можно спокойно вызывать. Часть из них на самом деле паникуют. То есть даже в документации написано, что если вы, допустим, будете вызывать метод elem, который создает, возвращает элемент этого типа, если внутри подлежащий тип не является одним из ссылочных типов, типа массив, канал, map, pointer или slice, вы не сможете это сделать. Тем более того, это еще и запаникует, этот код. И вторая обертка — это value. Собственно, она еще больше. Смотрите на саму структуру. Точнее говоря, содержит всякую магию. В ней есть указатель unsave pointer, про пакет unsave, по-моему, будет еще отдельная лекция, указатель на тип и флаги волшебные, скажем, поля для самой структуры. А если посмотреть на количество ее методов, вот отсюда начинается value, и их довольно-таки много, поскольку внутри может быть все, что угодно, в принципе. И поэтому он получает такой довольно общий, скажем так, программ. При этом большая часть из них будет, опять же, паниковать в случае, если подлежащие типы или подлежащие значения не является правильным, не является темой. Каждая из них может быть вызвана только для определенных типов. Соответственно, вы вначале должны понимать, что именно у вас находится внутри. При этом у value один из методов — это kind. Чем, собственно, он полезен в большинстве в рефлекте используется именно он? — это получение типа, при этом типа, который является базовым. То есть если у вас, допустим, есть какой-нибудь тип в духе myint, вы сделали пользовательский тип, который, как бы, по сути, алиаз int. Если вы будете смотреть на его типы, вы будете получать, собственно, свой myint. При этом вам это не поможет, когда вы пытаетесь написать какую-то более обобщенную программу. Вам нужно понимать, что именно находится внутри. То есть один из базовых типов int, uint и вот вся эта группа, float, string, slice, map, pointer, destruct. То есть, соответственно, у вас уже будет какое-то вполне себе конкретное значение. Как раз по внутреннему свойству kind вы можете получить то, что находится внутри. То есть если у вас здесь myint, то kind — это int. И, соответственно, в рефлекте для всех базовых типов есть константы, с которыми вы можете сверять. Все они intовые. Бум-бум-бум. При этом, собственно, ну, то, что называется законом рефлексии — это первым делом, когда у вас есть какое-то значение, вы не знаете, что это, вы должны перейти к пустому интерфейсу, поскольку, собственно, это более-менее общие обертки, и функции type of и value of первым делом, собственно, когда вы передаете раз значение, по сути, делают пустой интерфейс, который будет ссылаться на то, что вы передали. И, соответственно, дальше вы будете работать именно с чем-то, что лежит в какой-то обертке. Помимо этого, вы можете вернуться обратно. То есть, когда вы закончили, грубо говоря, какой-то слой более-менее абстрактный, и вы планируете возвращаться уже к нормальным значениям, вы можете вызвать интерфейс метод на объекте reflect value и получить обратно, собственно, именно тот подлежащий пустой интерфейс, который находится внутри. И, соответственно, дальше вы можете его уже через type assertion вернуть себе и дальше с ним работать. Дальше такая немного волшебная боль внутри всего этого дела. Поскольку это обертка на TV, скажем на Intel. Дальше, собственно, отдельные, в принципе, как в законах рефлексии, об этом говорится пункт третий, не любой переменной вы можете присвоить значение. Точнее говоря, должно быть выполнено ряд довольно странных условий, которые позволят вам, собственно, изменить подлежащие внутри значения. Например, у нас есть float 3.4, мы создаем обертку reflect value вокруг него и пытаемся установить значение. Казалось бы, у нас есть float, мы его обернули каким-то образом и хотим сделать set float, передав ему какое-то значение, и это все паникует. Говоря о том, что reflect value set float using unaddressable value, то есть данное значение неадресуемо. Соответственно, ему невозможно присвоить значение. Для этого, собственно, есть специальный метод concept. Это метод, который возвращает вам bool о том, можно ли данному значению в текущем состоянии присвоить значение. И в данном случае это false. Для того, чтобы изменить значение, нам потребуется ссылка на переменную. То есть у нас есть переменная типа float, нам нужно будет получить ссылку на этот float и передать его внутрь. При этом, при этом, даже когда мы передали туда ссылку, мы видим, что type внутри, грубо говоря, этого объекта уже ссылка на float 6.4, но она все еще не является, ей все еще нельзя ничего присвоить. Дальше, собственно, нам нужно взять ссылку, перейти по указателю, и только внутри мы сможем, наконец-таки, присвоить какое-либо значение. То есть для того, чтобы перейти по указателю, есть два метода. Чем они отличаются? Ну, скажем так, есть элем и есть indirect. Элем немножко более общий, потому что может применяться, когда у вас есть какой-то интерфейс или когда у вас есть указатель. А indirect работает только для указателей. В принципе, больше ничем не отличаются. Чаще всего, если смотреть код, чаще всего используется именно элем, как более общий, поскольку на вход зачастую передаются и интерфейсы, и, соответственно, с ними нужно каким-то образом тоже иметь дело. Вот, такими вот нехитрыми постами с помощью передачи по указателю разуменования мы таки, собственно, смогли заполнить одну переменную. При этом accessibility — это очень важно. То есть чаще всего все проблемы, которые, ну, или вопросы, которые задаются в библиотеке Reflect, так или иначе связаны именно с этим, что вы не можете изменить значение. То есть, там, не знаю, если у вас есть слайдс, вам тоже придется сделать несколько пасов руками, чтобы таки добраться до подлежащего, собственно, подлежащих данных или их дополнить. Ну, в общем, небольшой пример. Если помните, в первом домашнем задании был так называемый свитч по типу переменной. В принципе, то же самое можно сделать для… используя библиотеку Reflect. В общем и целом, это не особо быстрее, просто еще один способ, который предоставляет язык Go. То есть, что мы получаем на вход? Мы получаем на вход обертку ReflectValue, и после этого вызываем в ней метод kind, который возвращает некоторую циферку, и дальше кейсами просто разбираем, какой именно, собственно, подлежащий тип в ней находится. В чем бонус? Поскольку вы работаете именно с kind, если вам будет передан какой-нибудь кастомный int, в случае type assertion к int вы не сможете преобразовать его и получите что-то неизвестное. То есть, ну там, по-моему, дефолтный кейс был, будьте здоровы, что этот кейс не обработан. В случае с библиотекой Reflect вам, в принципе, не важно, каким образом называется данный тип. Если это любой из базовых типов, здесь, по-моему, не обработан только struct, вы сможете вывести его. Пример, собственно, позволяет вывести, допустим, саму мапку, причем со всеми значениями, ключами и с типами всех ключей, что вполне себе довольно-таки удобно. При этом, собственно, здесь есть несколько таких вещей важных. Ну, опять же, метод elem, если это указатель, или интерфейс, вызывается метод elem, рекурсивно вызывает уже функцию, уже передавая туда внутренний тип. Для мап, ну, есть для большинства обхода каких-то сложных вещей, есть вспомогательные методы. В данном случае, допустим, используется мапкейс, который позволяет, грубо говоря, итерироваться по ключам мап произвольный. Вы не знаете ничего о ней и, собственно, имеете какую-то обертку. Можно будет получить, собственно, ее ключ, тип и значение по индексу. Опять же, довольно-таки выразительно. И, как я сказал, в общем, бонус в том, что вам не важно, каким образом человек для себя ввел какие-то алиасы, которых в год в полной мере пока нет. Ну и, собственно, наверное, самый такой пример, который будет полезен для понимания некоторых библиотек, это обход структур. Обернув, грубо говоря, структуру, свою, допустим, mytype, вы видели, что в encoding.json, допустим, ну и во многих других библиотеках, которые занимаются почти во всех библиотеках encoding, слэш, что угодно, gop, json, xml, очень зачастую используют структуры как контейнер. Почему? Потому что к структуре можно добавить как раз слой вот этого метапрограммирования достаточно просто, используя систему тегов. В чем, собственно, идея? Также оборачиваете свою переменную в обертку value, запоминайте ее тип, но это не так важно. есть метод, собственно, вам нужно выгрызти именно как раз reflect type, о котором я говорил, и получив этот тип, вы можете посмотреть, во-первых, numfields — это сколько филдов у этой структуры, то есть взять и обойти внутри филды. В чем, собственно, может быть проблема? вам нужно быть уверенным, что это структура, потому что метод numfield или филд запаникует, если вы передадите туда int, допустим, если внутри в обертке reflect будет лежать int или не структура. соответственно, вывод всего этого дела. В чем, собственно, важность того, как именно записываются теги? если использовать металинтер, допустим, он будет ругаться о том, что некоторые записи в тегах некорректны. Связано это с тем, что когда вы получаете тег, то есть у вас есть struct field, вы получили некоторый филд из своих, какое-то поле из своей структуры, вы пытаетесь обратиться к ее методу, к ее свойству тег и получаете, хотите получить тег по имени. Если посмотрите, у меня есть три тега, здесь заполнены все три тега и при этом значение есть только от первого, потому что у второго, соответственно, там записан минус, а третьего само значение тега написано в одинарных кавычках. В этом случае библиотека reflect ее пропустит. Это не является валидной записью. Соответственно, когда мы обратимся к тег 3, там не будет ничего. При этом, соответственно, если там будет 200, допустим, опять же, без кавычек, мы тоже ничего не получим хорошего. А со вторым полем что не так? давайте посмотрим, что именно в примере я сделал не так. . Такс. 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 Тег 1 записан корректно. Тег 2, 3. Ходжи. Странно. Здесь какой-то странный баг, но тем не менее, когда у вас есть значение 200, оно тоже будет пропускаться, то есть любые записи тегов всегда должны быть записаны в двойных кавычках. Только тогда вы можете получить их содержимое. И именно поэтому во всех вариантах, когда записывается стерилизация в JSON и в ORM, всегда запись в двойных кавычках для того, чтобы можно было ее разобрать. Еще один пример с, скажем так, заполнением внутреннего состояния. Допустим, не знаю, есть странная задача, но тем не менее. Сделаем функцию set, которая принимает произвольный интерфейс, то есть достаточно абстрактно. Есть какие-то у нас две структурки. И идея в том, что, чтобы ей не передали, мы хотим заполнить некоторые дефолт-значения. В данном случае какие-то вполне себе значения, которые мы хотим положить внутрь. Собственно, весь код достаточно получается короткий, но основная идея, что мы получаем обертку, при этом проверяем тип. Вполне себе явно говорим, что мы хотим получать именно указатель. Вызываем метод indirect, о котором я говорил, или elem, что, в принципе, является аналогом. Переходим к интерфейсу и можем, собственно, здесь уже использовать обычный switch type. Если нам важно понимать, какой пользовательский тип нам был передан, то есть у нас, допустим, есть две структуры, и нам нужно все-таки отличить одну структуру от другой без разбора каких-то внутренних полей, нам придется все-таки вернуться обратно к интерфейсу и уже через type switch поверх пустого интерфейса разобрать, какой именно тип у нас находится в значении. И, соответственно, с помощью set мы можем в наш значение, которое находится по ссылке, записать обертку над value-default. Немножко странная задача, но как бы основная суть, что если у вас тип не базовый, то есть если у вас базовый тип, вы будете работать через метод kind, получая константу из библиотеки reflect. Если у вас тип пользовательский, то есть у вас есть какая-то структура, она вполне имеет свое имя и свои какие-то дополнительные свойства, вам приходится возвращаться обратно к пустому интерфейсу. Что, собственно, позволяет это делать? Ну, на самом деле достаточно мощный функционал, который, допустим, в этом примере кидал такой довольно тоже странный кейс, но не знаю. В принципе, в продакшене такой код я даже видел в каких-то библиотеках. Придумываем, так сказать, себе задачу. Мы хотим сделать какую-то функцию, которая создает канал произвольного типа. Точнее говоря, заполнит его за нас. Грубо говоря, сделает make. Только не вполне конкретный, а произвольный. То есть это может быть chanint, может быть chanfloat, любой канал. Код получается довольно простой, но все же мы получаем на вход интерфейс, но, допустим, называем его channel для того, чтобы понимать, что все-таки это будет канал. Соответственно, получаем его обертку. Сверяем тип, что это указатель. Поскольку только с указателем мы сможем произвести, как бы, мы сможем изменить его внутреннее состояние. Если у нас неинициализированный канал, мы не сможем его инициализировать. Если он не передан по ссылке, мы получим копию. Мы можем делать с ней что угодно, но мы не получим результат на выходе. Используя функцию elem, мы, собственно, переходим к конкретному типу, который лежит… конкретному значению, который лежит по указателю. Сверяем, что все-таки тип, который нам был передан, это именно канал. При этом у этого канала мы можем запросить тип. И используя метод из библиотеки reflect make chan, мы заполняем внутреннее состояние этого объекта, собственно, каналом. то есть, ну, в принципе, то же самое то, что мы бы сделали без вот дополнительных оберток, без первых двух ифов, но в данном случае у нас получается более общий подход, который позволяет переваривать любой канал любого типа. Собственно, у нас есть какой-то канал, и над каналом можно производить отправку в канал, запись в канал и key select из каналов. Собственно, давайте посмотрим, каким образом это можно реализовать с помощью какого-то более общего подхода. У нас есть какой-то канал произвольного типа и какое-то значение. Поскольку мы работаем с абстрактными вещами, а Go — строго типизированный язык, если мы попробуем сделать что-то некорректное, в плане запихнуть неправильное значение в канал, не совпадающий с типом канала, мы получим панику. И, соответственно, поскольку, если мы переходим к работе с пустыми интерфейсами, нам приходится заниматься проверкой типов каждый раз. То, что мы в итоге теряем, но получаем как более общий подход, но при этом нам приходится каждый раз повторять вот этот boilerplate, так называемый, что нам нужно посмотреть, что нам было передано именно канал, что нам было передано значение, что тип значения совпадает с типом канала, и направление канала. То есть нам может быть передан канал, допустим, из которого можно только читать. Если помните, на третьей лекции к каналу при передаче его в какую-то функцию можно добавить модификатор, стрелочку, которая говорит о том, что это read-only или write-only канал. В принципе, это сахар синтаксический, но на самом деле, по сути, это изменение состояния переменной, которое будет передано в функцию, и, соответственно, в канал, который там read-only, вы не сможете записать. Поэтому нам приходится сверять и возможность отправки. И, соответственно, когда у нас уже мы все проверили, мы вызываем send, а получается как бы, не знаю, достаточно мало кода, но достаточно общий подход. Аналогичная операция для работы с получением данных. Нам приходится повторить, в принципе, аналогичную ситуацию. Нам нужно сверить типы того, что мы хотим получить, что все значения совпадают, при этом еще помимо этого переданное значение, в которое мы хотим записать, это должна быть ссылка, поскольку мы хотим изменить ее внутреннее состояние. Соответственно, мы сможем получить это значение и, соответственно, заполнить значение, которое нам было передано. Более общий подход, который позволяет свой код писать, ну, то есть писать более общий код, который вы сможете использовать в дальнейшем. Select Case, ну, это довольно такая уже взрыво, мозговзрывательная вещь, поскольку здесь как раз больше, собственно, вариантов того, каким образом это будет обрабатываться. Основная вещь, что для Select Case в Reflect есть отдельный тип, который позволяет как раз формировать, грубо говоря, слайс из Select Cases, заполняя его как раз с значением, каналом, значение, которое будет передаваться, значение, в которое будет читаться. И, соответственно, когда вы формируете вот эти кейсы, после этого вы просто вызываете Reflect Select, передав туда вот этот слайс, по сути, внутри происходит то же самое, когда вы просто записываете Select и несколько кейсов из записи чтения, из канала в канал. Соответственно, можно проверить, что именно было, что именно, какой из кейсов в итоге удалось воспроизвести. это возвращается в Chosen канал и в возврат, какое значение удалось воспроизвести, и флаг ок-не-ок при отправке или чтении из канала. Собственно, немножко так более сложный код, но в общем и целом, по-моему, более-менее понятный. Вопросы, кроме зачем все это, вопросов нет. Также можно, допустим, сделать обертку, которая позволяет выполнить произвольную функцию с какими-то произвольными аргументами. Допустим, если вы сталкивались с функциональным программированием, там часто используется какая-нибудь функция в духе map, которая позволяет применить какую-то функцию ко всем, ко всем значениям. Можно творить что-нибудь такое. То есть можно вызвать функцию add, сам, там, div-mod, который мы описали. У них разное количество аргументов, но для простоты у них одинаковый тип, но на самом деле в рамках самого подхода это неважно. Собственно, сама вот эта абстрактная обертка, которая вызывает произвольную функцию, назовем ее colany, она принимает саму функцию, в которую мы будем вызывать, вызывает список аргументов, ей передают список аргументов, при этом мы не знаем их количество, поэтому получаем сколько есть. на выход мы вернем то, что нам возвращает функция, и ошибку, такой наиболее стандартный шаблон работы функции в go. На всякий случай делаем defer, потому что вдруг мы получим что-то странное, и в итоге, не знаю, точнее так, мы тогда сможем, не знаю, избавиться от нескольких проверок, проверять, что f является функцией. Мы можем этого не делать, можем просто через блок defer восстановить на всякий случай нормальную работу функции, если произошла ошибка. Поскольку у нас используются именованные параметры, мы можем, собственно, заполнить ошибку просто ошибкой вызова, и, соответственно, не париться, когда мы будем просто вызывать функцию. нам потребуется обернуть, собственно, эту функцию, опять же, в reflect value, что забавно, что мы можем получить ее тип также. И у этого типа для функции есть количество входящих аргументов. Ну, то есть, как я показывал, у value очень много методов, поскольку это наиболее общая обертка, и у типа методов тоже довольно приличные, поскольку позволяет работать с произвольным типом. Но, как и большинство методов в этом случае, все будет опираться в панику, если внутри лежит что-то не то. Они минимизировали количество проверок в этом плане. Соответственно, мы получаем количество входящих аргументов в функции, которые мы планируем вызывать. И, помимо этого, нам нужно проверить, что мы просто возьмем первый параметр и посмотрим, есть ли у него вообще имя. То есть, возможно, функция, на самом деле, вызывается с произвольным количеством аргументов через вот такое же троеточие. Соответственно, тогда мы будем ориентироваться на то, сколько нам передали аргументов, а не сколько функция принимает. Если у нас функция принимает всего два значения, нам передали десять, нам придется передать ей только две, только первые два. Все остальные мы просто отбросим. Если у нас функция принимает произвольное количество аргументов, анализируя имя, мы поймем, что здесь используют троеточие, и тогда будем передавать все аргументы, которые нам были переданы на вход. Собственно, заполняем аргументы, соответствующие, которые мы будем передавать. Для этого прормируем слайс из произвольных, то есть из reflect-value, поскольку мы ничего не знаем о том, что будет находиться внутри, и заполняем его соответствующими значениями из reflect-value аргументов или входящих аргументов функции. Собственно, происходит сам вызов функции и заполнение из той же обертки над типом функции. Есть метод numout, который говорит о том, сколько аргументов возвращает функция. И мы, собственно, заполняем выходящие значения и выходим из функции. Что, собственно, это позволяет сделать? Что мы в итоге получили? Это вызов функции add, который вернул 3, просуммировали цифры от 1 до 10. При этом это могут быть произвольные функции других пакетов, но у нас есть какая-то общая обертка, которая позволяет произвести какие-то действия или применить какую-то функцию к произвольным вещам, произвольную функцию. Мы написали в код, который сможем использовать не один раз. Где это все применяется? Да, довольно-таки много где. Допустим, из примеров, как я говорил, онкодинг.json. Также используется в библиотеке формат. С помощью тегов библиотека json позволяет, допустим, переопределить имя поля JavaScript объекта, в которой и из которого оно будет стерилизовываться, и из которого оно будет дестерилизовываться. Более-менее понятно. Что такое json вообще? Все знают, работали с ним. Далее есть какие-нибудь директивы в духе omitempty, которые проверяют, является ли текущее значение этой переменной nil-типом, nil-значением соответствующего типа. Если я правильно помню, у меня здесь даже был пример. Ну ладно, потерялся. Что еще? То есть у вас есть, допустим, поле, какой-нибудь data, не знаю, какой-нибудь struct. Для простоты пусть будет int, допустим. Вы хотите иметь это поле в своей структуре, потому что оно вам нужно по логике. Но при этом в процессе сериализации вы не хотите, чтобы это поле было заполнено. Потому что, не знаю, это пришло от пользователя, вы не можете этому доверять, а вам нужно заполнить какое-то вполне конкретное значение. Опять же, через теги, используя минус, в принципе, это стандартный подход в большинстве библиотек сериализации. С помощью теги минус вы говорите, что это поле не участвует в сериализации. То есть вы не будете его выводить, когда вы будете маршалить, ну, как формировать JSON объект из своей структуры. Это поле не будет выведено. И аналогично, если пользователь даже передаст какое-то значение, оно не будет заполнено в вашей структуре на выходе. При этом, то есть если смотреть на библиотеку JSON, если помните из второй лекции, вполне валидная запись вложенных структур одна в другую. При этом, собственно, обращение к полям будет происходить тоже напрямую. То есть объект ID name в таком виде заполнит ID в поле в структуре up1 и name в структуре org. Опять же, это работает только тогда и только тогда, когда у вас нет пересекающихся имен в структурах. Если помните, в embedded структурах, если поле ID будет находиться в обоих структурах, оно не будет заполнено, потому что, как и в случае с работой с обычной структурой, Go не сможет понять, в какой именно объект вы хотите записать. При этом, собственно, можно делать более абстрактные вещи, которые, если вы знакомы с какими-то динамическими языками, чаще всего на маршлинг JSON происходит довольно достаточно абстрактно. То есть вы заполняете некоторый словарь или map с полями string, заполняете чем-то, чем-то произвольным. В случае Go это возможно сделать, но это крайне неудобно. То есть если смотреть на этот пример, поле ID будет присутствовать, но при этом, поскольку это интерфейсы, вам придется разбираться с тем, что внутри. При этом, то есть для каждого поля, так или иначе, вы, по сути, будете строить свои предположения о том, какие именно поля находятся дальше. Поэтому чаще используются именно структуры, поскольку вы сразу описываете структуру, которую вы будете заполнять, и все ваши предположения не будут тратить время в рантайме, и будут обрабатываться на уровне отлова ошибок. То есть если вы будете маршлить какой-то string в int, в процессе разбора данных у вас уже произойдет ошибка. Вам не придется дальше с этим разбираться. При этом, когда вы работаете с map string interface, и у вас есть произвольная структура, допустим, там, с полем inner, в котором будет еще один JSON, в котором будет еще один объект, в котором будет, не знаю, какое-нибудь еще поле с значением серилизовываться. Собственно, это будет дальше, то есть вы получите интерфейс, в котором будет находиться map string interface и так далее. А при этом вот есть такая, в библиотеке encoding.json самой есть такой cheat sheet, каким образом, собственно, будет дальше представлено. Если у вас там будет какой-нибудь массив, вы получите массив именно пустых интерфейсов, в которых в дальнейшем вам придется, собственно, через там type-assertion, еще через какие-то методы дальше разбираться, как массив из чего и так далее. Соответственно, не очень практичная вещь. Но если вы работаете с какой-то IP, которой вы ничего не знаете, или у нее настолько структура непонятная, что кейсов очень много, и неизвестно даже какой именно вам понадобится. Я натыкался на такие странные вариации API, где ответ может разниться там кардинально. В случае ошибки это будет совершенно другая структура с другим набором полей, и более того, некоторые поля будут совпадать по имени, но является, там, не знаю, имя ошибки будет возвращаться, в принципе, в том же месте, там, поле name какого-то джинсона объекта, как и имя какого-то объекта, который я ожидаю получить на выходе, если ошибки не произошло. Помимо подхода, собственно, с map string interface, такого, скорее, динамических языков, есть более, скажем так, не знаю, friendly вариант, наверное, который немножко проще использовать. Допустим, вам известно, что приходит некоторое поле inner, но при этом его структура непонятна, потому что его структура, допустим, зависит от, допустим, type какой-нибудь baum, не знаю. Допустим, структура, которая содержится здесь, зависит от вот этого типа. Тогда я бы сделал так. Соответственно, у меня был бы string. Допустим, возраст. Это будет int json age type. И inner — это что-то, что я хочу разбирать уже после того, как у меня произойдет, я как бы получу все вот эти поля, а дальше я буду принимать решение о том, что именно… что именно мне дальше делать с этими данными. Для этого сделан такой тип json raw message, который на самом деле является по сути алиасом байт слайса, но позволяет как раз при обходе с помощью рефлекта не пытаться записать туда, то есть именно какой-то уже в процессе маршлинга, грубо говоря, в случае произвольного маршлинга в map interface, на самом деле маршл будет идти вглубь, соответственно, каждый из объектов будет пытаться разобрать и внутри вот этого пустого интерфейса будет строить какое-то дерево из, собственно, мапов, слайсов и прочего. Что, во-первых, возможно, вам и не нужно, поскольку вам не так важно, если есть какое-то поле, которое вы не ожидаете, зачем оно вам… оно вам, наверное, не пригодится, вы не хотите тратить на это время. В этом случае он просто возьмет вот эту строчку, encoding json в случае анмаршлинга в структуру balloon, он возьмет вот эту строчку целиком и запишет ее в переменную inner. соответственно, дальше, в зависимости от типа, можно переварить его… ну, то есть уже… уже его здесь реализовывать в конкретные структуры, принимая решение в зависимости от входящих аргументов. кейс такой довольно-таки… не знаю… использую бы вполне себе в API. все ли понятно? Что еще с encoding? когда вы… допустим, у вас есть какое-то значение, у вас есть какой-то тип, вы хотите переваривать значение сложнее, чем просто предлагает сам encoding json. То есть у вас есть вполне конкретный случай, допустим, в данном случае это некоторая, ну, такая, запись месяца, года. при этом на вход я хочу принимать и на выход отдавать просто запись в виде строки. Пожалуйста, как говорит библиотека encoding json, если у вас есть какая-то структура, вам нужно реализовать на ней два метода. маршал джессон, который, собственно, принимает… который ничего не требует на вход, но возвращает из существующей структуры байт слайс на выход, который будете передавать, и ошибку в случае, если возможны ошибки при стерилизации. допустим, у вас будет там какая-то сложная структура, и где-то у вас что-то… какие-то поля при стерилизации могут, собственно, быть неправильно заполненными или привести к какому-то странной ситуации. и анмаршал джессон, что важно, анмаршал джессон – это метод, который будет изменять объект, то есть… то есть… ему потребуется уже существующий объект, на вход он принимает байт слайс, это входящий поток данных, и возвращает ошибку в случае, если в процессе анмаршлинга или распаковывания из джессон текста в заполнение вашего объекта, возникла какая-то ошибка. Собственно, я взял тип month, в котором есть два int64, и для них реализовал. То есть, в общем случае, я сделал функцию string, чтобы она выводила также, как я планирую, сериализовать циферки. И анмаршал, соответственно, поскольку я принимаю строку в каком-то виде, на всякий случай я проверяю, что если там присутствуют кавычки, скорее всего, они должны быть, если их там нет, то, скорее всего, это ошибка, и просто заполняю внутреннюю структуру моего типа month. Что это позволяет сделать? Ну, собственно, как раз и использовать то, о чем я говорил. заполнять структуру так, как именно вам требуется, если вы знаете о том, что именно вы хотите получить. то есть, что, что, что именно произошло? Пам-пам-пам. Мне была передана некоторая JSON структура, в которой было polymonth, и оно было заполнено текстом. Я передал в анмаршал. Что важно, я передаю саму структуру, то есть, точнее, ссылку на структуру. Я не вызываю метод никакой. Я просто передаю это внутрь. И, собственно, в библиотеке encoding описаны два интерфейса. Unmartialer, который должен реализовывать, собственно, соответствующий метод, и маршалер. И в случае, если передная, либо передная структура, допустим, да и сам, или в структуру вложенная, реализует соответствующий интерфейс, маршал или unmartial, он будет вызван именно метод, который вы описали. Все ли понятно? Таким образом, вы можете иметь контроль над тем, в каком виде данные будут реализовываться, и в каком виде вы будете их заполнять. То есть, сама библиотека encoding.json на самом деле предоставляет вам, не знаю, такой тоже небольшой чит-шит, если вы принимаете какие-нибудь, не знаю, флаг, whatever. При этом это int. Вы можете сказать библиотеке.json, что это будет string. То есть, в каких-то минимальных вещах вам может помочь сама библиотека encoding.json. В данном случае поле flag, допустим, назовем его flag на всякий случай, будет выводиться и будет приниматься на вход как строка, и из-за вас будет происходить parse int, и в случае ошибки распаковки стринги в int будет, соответственно, ошибка маршлинга. Если, опять же, вам требуется что-то более сложное, тогда флаг вам в руки, собственно, есть функция, которую вы можете реализовать и получить более полный контроль над тем, каким именно образом вы реализуете данные. А где еще, собственно, это используется? Варианты с использованием struct fields и прочего. Допустим, это ORM. Как минимум, вам про это говорил Василий. И, не знаю, если успели, может быть, кто-то успел что-то попользовать. Насколько я смотрел код, большинство людей честно работают напрямую с библиотекой Database SQL. И, на самом деле, это наиболее такой, наверное, правильный, не знаю, способ, лично по мне. Ну, потом, не знаю, в перерыве могу рассказать какие-то… Была у меня пара историй просто довольно показательных о том, каким образом люди реализуют ORM, в частности, в Go. И это было грустно. Что позволяет вам сделать ORM? Допустим, у вас есть структура, как правило, то есть ORM – это Object Relationship Mapping, который позволяет какую-то таблицу связать с какой-то вполне конкретной вашей структурой. При этом, ну, как бы, в общем случае, ORM как раз позволяет сделать именно это. То есть вы можете взять и для вашей структуры создать соответствующую таблицу. Допустим, если мы возьмем библиотеку ORM, для примера, она, не знаю, довольно-таки неплохая по документации. Библиотека, не знаю, есть и ORM, XORM, поэтому, наверное, еще каких-то уже появилось в энном количестве. У каждой есть свои какие-то приколы и проблемы. Но, в общем, Гором возьмем для примера. То есть мы устанавливаем Connect, включаем LockMod. Не знаю, я для отладки это делал. По сути, LockMod говорит о том, что все запросы, которые будут происходить через именно GORM DB объект, так называемый, который, по сути, в рапер над Connect, который вы использовали через database SQL, будет вводить влог за вас. То есть, ну, такой, какие-то вполне себе удобные вещи в рамках ORM существуют. Соответственно, можно создать таблицу, которая будет соответствовать вашей структуре. При этом, не знаю, в основном дальше все завязано на документации самой ORM. Допустим, во многих из них считается так, что если у вас есть структура, у которой есть поле ID, скорее всего, ORM за вас примет решение, что это поле будет primary key. Если вы не хотите этого, вам придется явно каким-то образом ее от этого отводить. Или, ну там, все остальные поля будут из-из передаваться в базу данных. Соответственно, можно и удалить таблицу с собой. То есть, не знаю, если нам нужно было это сделать руками, пришлось бы писать запрос руками. ORM позволяет нам этого не делать. Всякие функции hasTable и прочие. Допустим, вначале показал пример более абстрактный. Дальше возьмем более-менее реальный. Допустим, у нас есть структура. При этом у горма есть одна из особенностей. Он сам... Внутри него определена структура горм-модел, которая заполняет... Точнее говоря, добавляет в вашу структуру сразу поля ID, created, updated, deleted. У них, ну, грубо говоря, в самой идеологии этой ORM говорится о том, что там удаление происходит не сразу, а вначале вы просто помещаете поле deleted.ed, датой, и, соответственно, вы можете удалить это уже после того, как вы закончили работать. Если вам это не нужно, вы просто не используете этот горм-модел, и у вас и так все работает. Это просто дополнительный хелпер. Соответственно, описывая любое поле, вы можете явно указать в теге SQL о том, какой тип будет у данной... данного значения на стороне базы данных. Можете указать какой-то constraint, то есть, допустим, сказать, что это поле не должно принимать значение null в случае стринга. Допустим, это оправдано, поскольку там, получая записи из базы данных, вы не сможете отличить ситуацию отсутствия этого поля от поля пустой строки. Если вы используете обычный string, у вас, ну, как бы... Скорее всего, вам нужно или не использовать его, а использовать opt-поля. В database SQL, если вы успели уже поработать, там есть так называемые optional fields, которые могут принимать значение... Ну, то есть, грубо говоря, у них есть поле defined, как правило, и помимо этого есть внутренняя стринга. Плюс там можно указать constraint unique. В этом случае, если вы создаете свою таблицу... То есть, вот это вот все вам нужно только если вы планируете создавать таблицу прямо из кода. То есть, сказать, там, горм create table, и тогда ваше описание схемы будет само находиться у вас в вашей модели. Можно указать дефолтное значение или, допустим, изменить название колонки, которая будет находиться в азенатах. Аналогично тому же encoding JSON можно сказать не заполнять это поле из-за SQL. Точнее говоря, это поле не участвует... То есть, его не нужно создавать на стороне базы данных и не нужно его заполнять в случае получения данных. Собственно, тогда у нас мы можем создать объект. То есть, вначале мы, допустим, если наша таблица еще не была создана, мы создаем таблицу для соответствующего... для описанной нами структуры, структуре, которая будет создана, соответственно, со всеми этими условиями. Мы можем создать переменную типа user и, соответственно, сказать dbcreate вместо insert into table, при этом... ну, так, дополнительный сахар, по крайней мере, именно от gorm, ну и, правда, в большинстве других она тоже используется. Допустим, используется функция table name или, там, не знаю... Как правило, table name, в которой можно переопределить название таблицы, с которой вы будете связывать свою структуру на стороне базы данных. То есть, если у вас есть название типа user, по дефолту as is будет создана таблица user. На стороне базы данных, скорее всего, вы хотите увидеть таблицу users, а не user, поэтому вы можете это сделать с помощью функции table name. Соответственно, создание юзера выглядит гораздо проще, чем то, когда вы заполняете кучу полей, пишете сам insert, и, собственно, в этом и весь cimis ORM, что она за вас... ну, то есть делает... уменьшает количество вашего кода за счет того, что внутри происходит... за счет механизмов, которые обеспечивают саму библиотеку. Собственно, поскольку у меня включен дебаг, так называемый, влог с сам ORM, по сути, выводит такие красивые строчки, крайне полезная вещь для отладки. Он говорит о том, что за запрос был выполнен, за сколько... сколько времени это заняло, и на какой строчке, соответственно, этот запрос был инициирован. В чем, собственно... то есть в данном случае пользователя я уже создал. я хочу запросить пользователя с именем Артур. В случае... в случае нормального SQL мне пришлось бы написать select полноценный, и в случае использования ORM, в частности, GORM, можно сделать вот такие вот вещи. То есть можно сказать... объекты DB, что я хочу поискать пользователей, при этом по ссылке я передаю какие-то значения и заодно передаю тип. А из этого... если посмотреть... в исходнике самого GORM... Пам-пам-пам... Он, скорее всего, в диалектах... Ту-ту-ту... гоу... Уокер... Гором... В общем, из типа ОРМ получает знание о том, из какой таблицы будет происходить выборка, и из значений, которые заполнены, автоматически за вас создаст условие, в котором будет происходить выборка. Допустим, для этого условие из структуры, в которой заполнен только FirstName... Ну, поскольку я создал вот этот магический, скажем так, добавил вот этот объект GORM model, он... ОРМ сама принимает решение о том, что я буду искать объекты, которые не удалены. Делет от этого из null. И поле FirstName, если помните, я для поля FirstName передал другое название колонки совсем. Ну, то есть не Aziz, не FirstName, CamelCase, а именно SnakeCase. Соответственно, он ищет, где FirstName равен Артур, который я и передал в структуре. При этом все остальные поля... В дальнейшем я беру, просто вывожу этого Артура. Результат я не получил, то есть ничего не нашлось, но в этом случае, по крайней мере, noob. А вот в этом случае я поискал пользователей с зарплатой 200. Соответственно, сам запрос выглядит вот так. Всем ли видно? Поскольку было заполнено только поле Celery, соответственно, поиск происходит по условию, где Celery равно 200. Было три пользователя, у которых Celery 200. И на выход я получил, собственно, трех пользователей. Пользователь номер 1 — Fubar. Пользователь номер 2 — Hello World. И пользователь номер 3 — John Smith. При этом ORM-ка за меня заполнила все остальные поля. Из данных, которые были на стороне базы данных. Из примера вот этого, то есть из того, что я поискал Артура, что важно, в этом случае, когда мне не нашлось ничего, на самом деле моя структура осталась незаполненной. Что, в общем, как бы может привести к багам, если вы на это не закладываетесь. Я не получил никаких ошибок, не было найдено ни одной записи, и при этом, ну как бы, ну ничего не нашлось, не вернулся. Моя структура, как я ее передал сюда, она осталась незаполненной. Что, собственно, и большинство ORM-ок так или иначе представляют похожий функционал, а основные функции, которые вам нужны — это называется CRUT, CREATE, REPLACE, UPDATE, DELETE. То, что вам нужно в той или иной степени присутствует. Если брать GORM, то у него огромная документация, сама по себе библиотека большая, решает огромное количество задач, помимо того, что я показал, и имеет она очень много, то есть у вас могут быть вложенные структуры, связанные с отдельной таблицей. Соответственно, на выборке по foreign key или… То есть сама ORM-ка может создавать foreign key для связанных таблиц, получать значения из более… ну из таблиц связанных, там отдельной, по сути, связкой типа associations, связи между структурами, которые содержат поиск связанных структур из других объектов. Функционал огромнейший и как бы… Позволяет вам, ну, писать даже меньше кода, используя стандартные методы. А в чем проблема большинства ORM-ок? Это в том, что большинство методов написано за вас. Иногда поведение, которое вы получаете, не совсем то, чего вы ожидаете. Запросы, которые формируются, не те, которые вы ожидаете. И не знаю, почему я свой топик по поводу ORM-ок начал с того, что, наверное, то есть использование датабейса SQL на самом деле достаточно… позволяет решить массу проблем, поскольку вы явно контролируете весь код, который у вас работает. Но для многих задач, когда у вас есть, не знаю, там, определенное количество, там, не знаю, юзеров, каждый раз писать или для каждой из соответствующих моделей, там, не знаю, юзера, писать select, который вы будете заполнять. Если у вас большинство, действительно, задач у вас, там, поиск по ID или выборка, не знаю, по, там, range, по диапазону каких-нибудь возрастов, ОРМ позволит вам, в принципе, не сильно теряя производительность, писать гораздо меньше кода. И, ну, как бы, в этом и, наверное, удобство использования какого-то языка или инструмента. Когда вы пишете меньше кода, вы получаете производительный достаточно код. В тех местах, где вы поймете, что ОРМ не справляется, вполне себе, почти во всех ОРМках присутствует так называемый raw SQL, который позволяет вам забить на все то, что делал за вас ОРМ, и, соответственно, уже написать обычный SQL и каким-то образом его получить. То есть в самом простом виде, в котором я использовал крайний раз ОРМ, для всех простых вещей я использовал встроенные методы. Как только мне приходилось сделать какую-то более сложную выборку, используя какой-нибудь скан, я просто заполнял структуру. Функционал, который, не знаю, вам вполне пригодится из домашних заданий, там, работы с юзерами, с игроками, мне кажется, ОРМки может вполне хватить. Это так. Все ли? Понятно. А с ОРМками вообще до этого работали? Где-то? Нет? Ну, то есть, понятно ли, собственно, основная идея, что вы берете какую-то структуру или тип, самое главное, и связываете его с таблицей в базе данных. Это как бы основная суть всего того, что представляет в себя ОРМ. Из ОРМок советую посмотреть на несколько, просто понять, каким образом все это работает. Просто для того, чтобы было понимание, как можно себе просить жизнь. Допустим, удобно и важно, допустим, использовать логеры кастомные, поскольку как-то градить тайминги, вот это все для каждого запроса не очень удобно и, скорее всего, очень накладно. Какие-то вещи из ОРМок вполне себе имеют право на жизнь, и логер одна из них. В чем? Когда я рассказывал про интерфейсы, структуры, вот это все, я говорил, что когда мы работаем с пустыми интерфейсами, то есть, когда мы стараемся делать наиболее абстрактные вещи, как правило, это аффектит производительность. Но тут, как бы так, палка о двух концах. С одной стороны, вам приходится писать гораздо больше кода. С другой стороны, нужно понимать, насколько вам эта производительность нужна, потому что есть вполне себе проекты, которые используют ОРМ, используют там encoding JSON, и у них все отлично, потому что нагрузка у них там не такая большая. Большую часть времени они находятся в ожидании, не знаю, ответов базы данных или каких-то других ответов от других сервисов. Соответственно, для них, ну, как бы и для вас во многих, во многих задачах вам не требуется супербольшая производительность, вам нужно быстрее написать код. И в этом случае там ОРМ или какие-то стандартные библиотеки позволяют вам это делать быстро, и вы получаете результат, а в случае, когда вы будете упираться в производительность, вы всегда можете что-то уже реализовывать руками в каких-то узких местах. Но, допустим, нам, в частности, encoding JSON, допустим, нам в почте mail.ru оказался неподходящим. У нас есть довольно простая, ну, так скажем, API, которая работает с сервисами, которая очень быстро отвечает, и когда тестировали переход на Go, оказалось, что на сервизации и десериализации JSON мы тратим время, сопоставимое с ожиданием ответов сервисов, что, в общем, показалось очень странным. В честь чего, собственно, появилась идея использовать что-нибудь другое? Ну, какие есть варианты? У нас есть какая-то абстрактная вещь, работающая с произвольными данными. И, собственно, для этого в Go, где-то начиная с 1.4, появилась такая утилита, называется Go Generate. И вообще говоря, внутри, в самой библиотеке есть, поскольку Go компилируется с помощью Go, есть все инструменты для анализа самого Go кода. В частности, библиотека Abstract Syntex 3, AST. Также есть и Парсер. В чем где-то, не помню, метап, по-моему, перед выходом 1.4 был. Один из ребят в Москве занимался, собственно, своей поделкой, которая называлась Go Gen, слитно, как фамилия художника, который как раз и говорил о том, что без генериков, без каких-то более абстрактных вещей жить тяжело. Приходится писать много кода, и это не нравится. То есть копировать каждый раз какие-то заполнения структуры какой-нибудь своей, при выборке из базы данных, все филды, накладно. Не хочется. Хочется просто, ну, как бы сделать что-то более общее, сделать один раз, можно потратить на это больше времени, а после этого писать меньше кода. Как раз примерно в это же время в сообществе Гошников, не только в России, был запрос «давайте делать generate». Хотим писать меньше кода и хотим получать какой-то результат. При этом, как бы, чтобы все было просто и понятно. Пример, ну, такой, скажем, базовый пример того, как это работает, есть… Если выберете в Google, скорее всего, будет первый. Это stringer. Такая тулза, которая была как раз придумана в качестве презентации Go Generator. Если у вас есть type, какой-нибудь int, вы используете какой-то enum, хотите получить какое-то более выразимое, семантическое описание чего-либо, допустим, пилюли в своем коде. Ну, отлично, как бы, у вас есть пил, вы его описали. В принципе, в коде у вас все в общем и целом-то неплохо. Как это выглядит? Ну, вот я, допустим, хочу вывести эти два названия, и я вижу 1.3, поскольку для этого типа у меня неопределен какой-нибудь кастомный тип string, да и в общем-то писать неохота, у меня получается, что я вывожу тот подлежащий внутри int, который, собственно, там лежит, что довольно печально. Что сделали? Решили сделать такую вещь вот с помощью такого специального комментария Go Generator. Вы как бы говорите о утилите Go Generator, о том, что этот файл, на этот файл нужно натравить вот эту утилиту с вот этими параметрами. То есть, когда вы, если сказать Go Generator 0.7 Generator, я могу, в принципе, удалить файл, чтобы показать, что происходит. За меня для типа peel утилита stringer делает за меня файл, подписывает его code generated by stringer type peel, do not edit, если я хочу с этим что-то сделать, и за меня для этого типа делает кастомную функцию string, которая, собственно, достаточно неплохо и высокопроизводительно решает мою задачу. А задача моя — написать себе красивые названия. И если я скажу Go Run для обоих файлов, то вместо невыразительной циферки 1 и 3 я могу получить свое название семантически верное, и в качестве лагирования мне это будет очень приятно и удобно. Вот, собственно, была презентация, где сказали, что вот есть Go Generator, все хорошо, есть утилита stringer, вот вам пример. Можно с этим работать и наслаждайтесь. И где-то как раз к 1.4, к 1.5 большая часть компилера уже была переписана на Go. В принципе, в исходниках Go можно было уже посмотреть, каким образом, собственно, происходит анализ Go файлов. Что именно происходит внутри. Где, собственно, не знаю, вот и появилось, не знаю, такое относительно массовое использование библиотеки AST. Самый, не знаю, достаточно широкий набор примеров можно найти в библиотеке Go.Doc. Почему? Потому что она как раз информирует вам из ваших файлов, блоков, комментариев и вот этого всего, формирует вам HTML-ку, в которой будет описание всех ваших функций, методов. В принципе, это то, что вам в основном нужно. То есть, допустим, есть файлик, в котором есть пара функций. example.success, example.fail. Если вы не знаете, то префикс example говорит, по сути, это функции, которые будут вынесены как раз в раздел в examples в Go.Doc. Так же, как префикс test говорит о том, что вы собираетесь что-то тестировать, префикс bench, если я не ошибаюсь, говорит о том, что вы будете что-то бенчмаркать. Что, собственно, происходит здесь? Я даже не использую здесь еще AST, я просто использую parser в Go.Doc, который мне… А, и token. Что, собственно, принципиально здесь происходит? В начале мы говорим, что мы создаем новый файл-сет, поскольку в рамках одного пэккеджа у вас может быть несколько файлов. Поэтому, как правило, parser оперирует набором файлов. То есть вы, грубо говоря, будете складывать их один за другим, и тогда получите наиболее полную информацию, пока вы, допустим, не знаю, у вас есть какой-нибудь отдельный файл, в котором находятся несколько методов, пока вы его не добавите себе в ваш файл-сет и не будете анализировать и его тоже, у вас не все методы структуры какой-то или типов каких-то будут видны в рамках анализа. Вот. Поэтому мы создаем файл-сет и говорим, что нам нужно в этот файл-сет распарсить файл, путь которого мы указываем. Здесь пока неважно что. На самом деле сюда можно передавать сразу данные дополнительные. И говорим о том, что мы хотим парсить комментарии. Это один из флагов. Собственно, на выход мы получаем parser-файл, отдельная структура, которая, собственно, содержит в себе всю мета-информацию, которую parser предоставляет из самого файла. Как это выглядит внутри? Собственно, давайте посмотрим. Это ast. Давайте посмотрим, что происходит в parser. Парс-файл. Что он возвращает? Он возвращает, собственно, объект из пакета ast, который называется file. Такая вот структурка. Группа комментариев, которые связаны с документацией. Позиция надписи package, если она вдруг не с самого верха, потому что сверху могут быть комментарии. название package, который мы анализируем, описание всех задекларированных методов и объектов. scope package, если, ну, в рамках этого файла, по крайней мере. Все импорты, неизвестные идентификаторы, которые, возможно, описаны в другом файле. И все комментарии. Именно комментарии всегда идут группами, поскольку Go во многих примерах, грубо говоря, все последовательно записанные комментарии считает их единым целым. Что удобно, когда вы как раз делаете какие-то комментарии, которые, допустим, вам нужны для анализа, для разметки. Вы можете не обходить их по одному, а можете сразу получить всю группу последовательно записанных вот этих строчек и анализировать ее целиком. Ну, что удобно. Что, собственно, мы берем билотеку doc, передаем ей, вызываем у нее метод examples и скармливаем ей вот этот файл, который, собственно, мы распарсили. Файл довольно простой. В нем один импорт, package.main и две функции. И мы получим список примеров. Если их там не будет, то будет пустой слайс. Если они будут, то это будут объекты типа example. И мы получим именно этих примеров. Соответственно, в документации, если вы видели, то в example, во всех примерах нет префикса example, он вырезается. Поэтому то, что у вас остается, это название функции success и файл. Вот, собственно, они и есть. Окей. Собственно, для дальнейших каких-то исследований рекомендую пакет doc. Огромное количество, собственно, разнообразных подходов к выгребанию чего-нибудь из файла. Допустим, давайте попробуем сделать примерно то же самое. Тоже поанализируем содержимое файла, только уже без пакета go.doc, руками, с помощью пакета ast. Как раз, наверное, самого полезного, потому что в большинстве своем все эти библиотеки так или иначе с ним и работают. Аналогично мы парсим этот файл, создаем файл set, проходим по всем first level declarations, то есть глобальным переменным или функциям, которые описаны в нашем пакете. Пытаемся безопасно проверить, не является ли текущий описанный блок функцией. А это то, что нам нужно, потому что мы хотим взять и посмотреть, что же там находится, что же за функции есть в этом пакетже. Соответственно, если это не функция, то есть мы получим в flag.oc будет false, мы пропустим и как бы нам не так интересно, что там дальше. А если это функция, то проверим, является ли эта функция экземплом и можно будет попробовать посмотреть в ее сигнатуру. Что удобно, как раз сделано, не знаю, мне кажется, с прицелом на godog, но на самом деле помогает во многих вещах, связанных с кодогенерацией. Когда вы получаете вот этот funcdecl, так называемый, аист этот объект, он всегда имеет в себе помимо тела функции, он сразу берет и содержит в себе комментарии, которые находятся прямо над функцией или там над объектом. Почему в большинстве случаев для глобальных заэкспортированных объектов… GoVet ругается, говорит о том, что, пожалуйста, напишите комментарий, что это, поскольку это нужно для godog как раз для того, чтобы… Если у вас есть какой-то тип, он записан большой буквы, соответственно, вы планируете предоставить его использование внешним пользователям вашего пэккеджа. Так же, как и для функций, он всегда просит написать какой-нибудь комментарий. Как раз за счет вот этой связанности функций комментариев или структуры комментариев, как раз в этих комментариях было принято решение в большинстве случаев как раз хранить какую-то метаинформацию, которая нужна для генерации кода. В следующем примере, собственно, покажу, может быть, даже залезем в исходники и как бы разберемся, более-менее, что там внутри происходит. Функция isExample, которая там используется, по сути, просто проверяет, что имя имени функции содержит префикс example. Вот, в общем-то, и все. То есть довольно простая такая штука. Дополнительные обердки, из-за этого, собственно, приходится вот такие вот вещи творить. Здесь есть как бы варианты более интересные, как раз когда мы начинаем лезть внутрь самой уже функции. То есть мы получаем body. Body — это объект типа block statement, то есть это какой-то, ну, блок кода как раз, как называется, то и является. И, соответственно, группа комментариев, которая находится непосредственно над текущей функцией. Мы ищем последний комментарий. Если этот комментарий присутствует, то мы берем и выводим, собственно, то, что возвращается вот здесь. То есть мы не лезем в сами блоки исполнения, но можно работать с комментариями, которые позволяют нам делать какие-то манипуляции. Что получается на выходе? Мы получаем, собственно, то, что мы получаем, по сути, доступ как раз к тому, что находится в комментариях, при этом только тех комментариев, которые содержат в себе префикс вот такой output, который как бы мы предполагаем, что там будет, не знаю, выходящее значение. Соответственно, выводим их текстом с помощью как раз анализа AST или abstract syntax 3. Мы получили доступ внутрь пакета, распарсили файл, что-то сделали с ним и посмотрели, что же там лежит внутри. ПК более-менее понятно. Я не знаю, если с яком что-нибудь лексерой своей делали, что-нибудь такое. Ну, в общем, основная идея в том, что как раз AST позволяет из файла получить блоки, как-то эти блоки обойти, найти какие-то объявления структур, при этом, на самом деле, получить даже то, что описание типов самих структур и делать всякие вещи как раз манипуляции, основанные на том, какой код написан. Пример того, как это функционирует у нас. Как я сказал, что в почте оказалось, что сериализация JSON-а оказалась большой проблемой. Ну, так скажем, небольшой, но значимой. Что мы времени тратим довольно много. А при этом времени тратить не хотим. Но при этом и писать код не хотим. Ну, или, по крайней мере, писать повторяющийся одинаковый код, копипастить везде не хочется. И в какой-то момент в мейл-рушной репозитории сделал Витя Стародуб такой пакет EasyJSON. Вначале свой, потом его за OpenSorcer. Что он позволяет делать? Это довольно хитрая штука, которая позволяет взять вот такую вот какую-нибудь структуру, используя, по сути, библиотеку encoding JSON, но на самом деле нет. Десериализовывать и сериализовывать данные. При этом без рефлекта в рантайме. То есть она type-save, type-save на уровне генерации кода, что, собственно, из себя это представляет. То есть, как бы, как этим пользоваться. Вначале давайте так. Установка самого этого пакета EasyJSON делается просто. GoGet-U EasyJSON троеточие. Соответственно, это не только поставит вам в GoPath этот пакетж. Помимо этого, в GoBin у вас появится еще EasyJSON. Ну, в моем случае, .exe, поскольку у меня Windows. И это грустно и печально. Соответственно, появится такая утилита. Утилита позволяет натравить ее на какой-то конкретный файл. И либо утилита возьмет все описанные типы, даже не обязательно структуры, а вообще все типы, над которыми будет находиться комментарий специальный EasyJSON, JSON. Либо, если вы передаете ей ключ, а она возьмет для всех структур, это сделает. Она создаст как раз те методы un-marshal.json и marshal.json, которые я показывал в энкодинге. То есть за вас будет произведена вся работа. Выглядит это вот так. Если видно, то создаются некоторое количество вспомогательных файлов. А на выходе получается такая вот вещь. Подпись о том, что это форматированный файл. И создаются такие довольно-таки большие файлы, в которых идет разбор с минимальным выделением памяти JSON структур и стерилизацией их в ваш кастомный тип. Что получается на выходе? Мы получаем тот же энкодинг JSON, только быстрее. То есть эти данные отлично у меня засерилизовались в красивую как бы структурку, а при этом быстрее, значительно. За счет того, что внутри EJSON написан довольно хитро и старается по минимуму аллоцировать памяти, в рамках почты это дало прирост порядка 30%. То есть мы сэкономили 30% CPU просто под нагрузкой за счет того, что мы перестали использовать Reflect. при этом EJSON и Reflect используют на полную катушку. но это происходит на момент генерации кода, когда вам не нужна особая производительность, вам нужно разобраться, что именно описано у вас в файле. На выходе вы сделаете код, который уже не будет связан с Reflect, а будет уже строго типизирован. Соответственно, в compile-тайме вы получите все необходимые вам проверки статической типизации и к тому же еще и хорошую работу по скорости. Что там под капотом? Под капотом много всего и странного. Обход происходит многих файлов, при этом на самом деле поскольку могут быть импорты, импорты могут быть рекурсивные. Здесь довольно сложная логика с обходом файлов. На самом деле никакой магии не используется. Обычные методы того же парсера гошного parsedir, обход внутреннего состояния собственно всех пэкэджей, которые связаны там не знаю никакой особой волшебства здесь нет. Сам генератор обладает огромной структурой, которая нужна для формирования собственно на выход какого-то ну собственно уже гошного файла. Собирает по сути данные из того же АСТ где-то был кусочек который соответствует дакодер соответствует дакодер тум 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 пам-пам-пам-пам-пам-пам мне нужен мне нужен метод нет там-там-там гендекодер кодер так вот окей скажем так домашнее задание будет как раз связано с кодогенерацией поэтому пакет АСТ вам предстоит осваивать как пример предлагаю вам смотреть в те же исходники easyjson и godoc фактически там весь код который вам необходим он уже написан при этом с комментариями и скажем так позволит вам разобраться еще как еще один пример просто связанный с кодогенерацией но немножко более сложный ну скажем так не знаю практический пример помогал Вася делать связанный с GRPC в чем собственно не знаю цимис если вы знаете то что такое что такое RPC вообще слышали что-нибудь помимо общения по HTTP давным-давно было принято решение создать по сути протокол вначале по-моему базированный на xml назывался он xml rpc зачастую использовался насколько я помню в java то есть у вас был какой-то сервис к нему посылали какую-то xml в которой было написано что я хочу вызвать вот такую-то функцию с такими-то аргументами ну в начале был были xml потому что было удобно xml формат довольно не знаю хорошо известный уже к тому времени и вот не знаю существовал он довольно долго да и по-моему даже существует до сих пор то есть есть вполне себе такие связки передающие xml и rpc называется remote procedure call то есть это вызов по сути какой-то процедуры или функции на стороне сервера со стороны приложения собственно в процессе развития этого этого подхода rpc старались каким-то образом улучшить в основном тюнили транспорт плюс там какие-то возможно security проблемы которые решались то есть вместо xml в какой-то момент начали использовать json так же как при общении с javascript там поскольку json занимает меньше места то есть перед вы передаете меньше трафика и ну все еще можете вполне себе красиво описать то что вы хотите сделать на стороне сервера и так же легко на любом из языков языков то есть rpc было так в той или иной мере реализовано на всех всех языках которые связаны с вебом или с какой-то работой по сети наиболее стандартные какие-то подходы занимали наверное не знаю самую широкую нишу в какой-то момент в эту нишу пришел google и сказал что как же так друзья у вас вы передаете json или xml это огромное количество данных при этом а мы передаем огромное количество данных только мы мы у нас не знаем мы хотим минимизировать количество трафика которое мы будем передавать и собственно для этого в какой-то момент был до этого еще придуман протобав google сделал такой формат он бинарный позволяет гораздо плотнее упаковывать данные передавать их там ну не знаю экономить трафик ну и собственно google решил что ну хорошо у нас есть у нас есть отличный транспорт есть какой-то rpc давайте их дружить и появился g rpc как бы на основе протобав генерится какая-то обвязка для вызова каких-то функций и собственно чтобы занять какое-то место на рынке они сразу сделали генерилку как раз они сказали что мы мало того что будем грубо говоря играть вам трафик при этом мы предоставим инструменты чтобы вам самим все это дело не писать не только библиотеку которая позволяет вам распаковывать содержимое протобав а мы за вас это уже сделаем и g rpc не знаю сейчас по моему достаточно широко если еще не так чтобы распространено но распространяется довольно таки быстро для установки потребуется сам протобав он общедоступен g rpc соответственно для организации всего сетевого взаимодействия ну и контекст не знаю в 1.8 он у вас уже по моему должен быть в коре что что нам от нас потребуется протобав позволяет описать некоторую конструкцию сказать что мы будем использовать там версию грубо говоря протобав proto3 у нас будет package какой-то будет session id это будет стринга дефолтное значение единичка или нет по моему номер поля соответственно какие-то данные юзера которые будут находиться в сессии и мы хотим сразу создать себе сервис который будет называться out checker который будет передаваться в который в котором будет две функции которые будет создавать сессию и проверять существующую сессию потребуется вам для авторизации допустим вы вызываете вот этот proto-c который приходит из протобав говорите ему go out то есть вы говорите что я хочу получить биндинги для языка go вот сюда и при этом еще хочу чтобы там был плагин grpc и он сразу за меня все собрал и натравливаете его на файл свой proto который в случае сессион оно какое-то время думает и за вас полностью генерит вам собственно готовый уже код сервиса который вам останется только по сути запустить собственно генерит какое-то количество обвязки которое ей необходимо для типа session.id описывает каким образом он будет связан каким образом он будет стерилизовываться через протокол протобав и дополнительно каким образом он будет сервисовываться в json это ну скажем так один из вариантов сервисоваться они сразу представляют его сделать реализуют стандартные методы всякие string ресет для того чтобы ой вы могли выводить этот тип там в printline соответственно обертка для get session идеи соответственно для второй структуры которая у нас была описана сэшн также генерится вся обертка которая вам потребуется в принципе для работы с этим объектом и соответственно эти типы session.id и session регистрирует в именно функции init что важно то есть в начале ваша работа с вашим пакетом внутри внутри в кишки протобафа для соответствующих типов при этом важны только типы поэтому даже создается скажем так именованный nil какое-то значение и говорится о том что нужно зарегистрировать маршлинг и маршлинг для этих типов в коре грубо говоря протобафа и соответственно описывается интерфейс для работы самого grpc все все обвязки которые вам нужны в самом grpc там есть огромная док библиотека достаточно большая делает до хрена всего и собственно но все это делается за вас что что приятно ну окей мы это собрали давайте так чтобы не показывать плохой а ой плохой плохой пример пам пам да это гостодие с отцетом уже прописано Будьте здоровы. То есть желательно прописывать полный путь. То, что здесь было предложено, наверное, не очень хорошо. Отсоединяем все угол, поэтому печатался. Спасибо. Ладно, Windows — это Windows, это боль. Оставлю коммент. То есть можно указать, грубо говоря, относительную территорию, но, как правило, крайне нежелательно. На Windows я просто не так много на горшке что-то делаю. Мне, честно говоря, это не очень нравится. Там жонглирование с GoPath, всякие любимые виндовские пробелы. В общем, своеобразная боль. Соответственно, мы импортируем свой сэшен. У нас есть интерфейс, который описан внутри gRPC-сервиса. Собственно, мы описываем саму реализацию, то есть, грубо говоря, вся обертка, которая потребуется для инициализации gRPC, она уже за нас написана. Но нам нужно реализовать уже сами методы. То есть, грубо говоря, внутреннюю реализацию никто за вас не делает. В этом случае создается структурка, в которой будет, допустим, мапка сессий. Самый простой пример. То есть мы не будем работать с базой, мы не будем никурать класть, но как бы пока можно показать сам boilerplate, каким образом это может работать. В этом случае здесь даже никаких локов нет. Для создания сессии просто записывается создание сессии, для проверки сессии проверяется, существует ли в мапке текущая сессия с таким айтишником. Если нет, то выдается ошибка. Собственно, что в итоге мы делаем? Сам по себе инициализация gRPC, она, по сути, за нас уже сделана. От нас требуется только, собственно, создать новый сервер gRPC, с которым мы будем работать, и зарегистрировать там сервис с нашей структуркой, реализующий наш интерфейс в этом сервере. И, собственно, как и в случае с NetHatTP, мы просто вызываем серв, и все. В этом случае мы… сервер в этом месте залочится и будет обслуживать коннекты, так же, как в случае с NetHatTP, Listen and Serve. В этом случае клиент, соответственно… будет ходить в этот соответствующий сервер, передавать ему сессию. Примеры, в принципе, аналогичны тому, что вы делали на работе с сетью, с Василием. Только в данном случае сервером уже будет gRPC, и вы вызывать… соответственно, вы… с клиента вы ходите не на веб-морду, вы ходите по gRPC на сервер. И, имея коннект до микросервиса, можете проверять, соответственно, сессию уже там. И, по-сессию уже там. Нужно стартануть вначале сервер, чтобы было куда обращаться. Зашник он создал уровни здесь. PowerShell, что ты говоришь? Ха-ха-ха. Соответственно, запускаю клиент, запускаю сервер. Клиент, соответственно, слушает порт. Соответственно, я не зашел в вебов. Обратился к клиенту, создал куку. Посмотреть на содержимое cookies sources. У меня SSID какой-то. Если я передам сюда неизвестную сессию, моя авторизация сбрасывается. Если я… Пустим, еще раз регистрируюсь в Василии. То сессия у меня не сбрасывается. Остается постоянной. Собственно, здесь больше получается кода написано того, который уже увидели, который был просто для проверки авторизации, для создания сессионной cookie, чем для работы с сервисом, микросервисом, который у нас отвечает за авторизацию. То есть это независимый какой-то сервер, который поднят, который… все, что он знает, это… что кто-то к нему приходит, и он может сказать, существует эта сессия или не существует. И при этом большая часть из этого кода, на самом деле, сделана за Вас, что приятно. Примеров использования кода генерации сейчас становится, скажем так, все больше, поскольку… Ну, Go стараются использовать в Highload, и каждый раз, когда там человек использует какой-то подходы на основе рефлекта, он получает все проблемы с производительностью, которые только и может получить. Код генерация позволяет, используя библиотеку рефлекта, используя библиотеку AST, исследуя код, сгенерить для себя уже вполне конкретный типизированный код, который будет реализовать Ваши задачи. При этом, как бы, минимизируя какой-то оверхед. Вот так. Есть ли вопросы? Домашнее задание будет написать свою генерилку для что-то в духе ORM с минимальным набором функций. Примеры GoDog. Пожалуйста, там вагон примеров с разбором функций, типов, с анализом комментариев. EasyJSON. То, что касается разбора файлов, здесь на самом деле достаточно меньшая часть библиотеки. По большей части все то, что здесь сделано, это скорее как раз генерация лексеров для разбора текста. В вашем случае вам это не особо пригодится. Вы будете просто из структуры формировать SQL-запрос. Думаю, что вы справитесь. Если не справитесь, спрашивайте. Я думаю, что мы поможем. Не самая простая задача, честно скажу. Займет она, наверное, побольше времени, чем домашнее задание вас занимало до этого. Поскольку потребуется голову немножко поломать, посчитать. На лекции, собственно, не знаю. В общем-то, все то, что хотел сказать, я рассказал. Если есть какие-то вопросы, хочется, чтобы я что-то пояснил, обращайтесь. Если нет, то, наверное, все. Продолжение следует. Продолжение следует...